Благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любил. О разум, сколько ты пылал. Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Петербурге. Он вырос в огражденной от жизненных тягот и бурь интеллигентской среде. Борские навыки его стародворянской семьи были облагорожены высокой культурностью всех ее членов, которые с поколения в поколение служили наукам. Отец поэта – профессор Варшавского университета, философ-музыкант. Мать Блока и две ее сестры занимались литературными переводами. Дед по матери Андрей Николаевич Бекетов – ученый-ботаник, ректор Петербургского университета. Жена деда – бабушка Блока, дочь известного исследователя Средней Азии, сама занималась литературой, научными и художественными переводами. Детские и юношеские годы Александра прошли в доме деда, а каждое лето – в Бекетовском подмосковном имении Благоуханной глуши Шахматова. Это был стройный мальчик с ющимися светлыми волосами, веселый, шаловливый, в детстве общительный, а с годами все более замкнутый, чуждающийся, пошлой, житейской обстановки. Характер у Саши был в юности мягкий и сдержанный, в нем преобладали светлые черты матери и деда Бекетова. А от отца сыну наследовал сильный темперамент, глубину чувств, некоторые стороны ума и удивительную музыкальность. Хотя Блок знал отца Мауэ, родители развелись почти сразу же после рождения сына. Путь из Бекетовской теплицы к людям, к страшному миру, его катастрофической хаотичности был трудным и психологически сложным. Не чувствовал он гармонии в своей душе, а гармония была желанна, необходима, без нее было невозможно жить. Ее принесла поэту любовь. Блок обожествлял любовь, потому что она открывала ему сверхличный высокий смысл жизни. Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей, а в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим лицам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки и сны. О, святая, как ласковы свечи, как отрадны твои черты. Мне не слышны ни вздохи, ни речи, но я верю, милая ты. Поэт начал свой литературный путь в рядах символистов, возглавляемых Владимиром Соловьевым, Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мирышковским. Идеологом символистов был Валерий Брюсов. Они пытались творить в жизни сладостные легенды, открещиваясь от реальной действительности, миром мечты и религиозной мистики. Пытаясь самоопределиться, Блок ориентируется на символистов. Его ранние стихотворения говорят об интимных переживаниях уединенной души и похожи на торжественные молитвы с затененным смыслом. Я их хранил в пределе Иоанна, Недвижный страж, Хранил огонь и лампад. И вот она, и к ней моя Асанна, Венец трудов, превыше всех наград. Первый сборник стихов был написан в течение 1901-1902 годов. Назывался он «Стихи о прекрасной даме». Книга поразила всех чистотой и искренностью. Ты в поля отошла без возврата, Да светится имя твое. Снова красные копья заката Протянули ко мне острие. Лишь к твоей золотой свирели В черный день устами прильну, Если все мольбы отзвенели, Утомленный в поле усну. Ты пройдешь в золотой порфире, Уж не мне глаза разомкнуть, Дай вздохнуть в этом сонном мире, Целовать излученный путь. Кто вдохновил Блока на создание этого цикла? Стихи о прекрасной даме посвящены Любови Дмитриевне Менделеевой, Будущей жене поэта. Блок говорил, что стихи, написанные с 1898 по 1903 год, Можно рассматривать как лирический дневник, Так точно не отразили ощущения тех лет. Причувствую тебя, года проходят мимо, Все в облике одном, предчувствую тебя. Весь горизонт в огне и яся нестерпима, И молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне и близко появление, Но страшно мне, изменишь облик ты, И дерзкое возбудишь подозрение, Смени в конце привычные черты. О, как подуй, горестно и низко, Не одолев смертельные мечты, Как горизонт и лучезарность близко, Но страшно мне, изменишь облик ты. Жизнь Блока совпадала с эпохой заката царизма. Углубился разрыв между народом и интеллигенцией. Лучших людей-то мило тоска не в ожидании рассвета, А от сознания, что рассвет никогда не наступит. Поэт стремился подняться на высоту понимания Исторических задач, стоящих перед родиной и народом. И черная земная кровь, Сулит нам, раздувая вены, Все разрушая рубежи, Неслыханные перемены, Невиданные мятежи. Революция открыла Блоку Подлинное лицо проснувшейся жизни, Пробудила в нем ответственность За свое писательское дело. В октябре 1905 года Он участвует в одной из демонстраций И несет во главе ее красное знамя. Поэзия Блока все больше Проникается демократическим духом, В ней звучит взволнованный голос поэта. Земное сердце стынет вновь, Но стужу я встречаю грудью, Храню я к людям на безлюдье Неразделенную любовь. Но за любовью зреет гнев, Растет презрение и желание Читать в глазах мужей и дев Печать забвения или сбранья. Пускай зовут, Забудь поэт, Вернись в красивые уюты. Нет, Лучше сгинуть стужей лютой, Уюта нет, Покоя нет. Вскоре Блок создает стихотворение, Резко отличающееся от всего написанного ранее, Фабрика. Поэт снова вершины глянул на мир И увидел, что кроме прекрасной дамы Есть еще и согнутые спины, На которых тяжело лежит работа. Для него наступает пора открыть. В соседнем доме окна желтые, По вечерам, По вечерам скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам, И глухо заперты ворота, А на стене, А на стене недвижный кто-то, Черный кто-то, Людей считает в тишине. Я слышу все с моей вершины, Он медным голосом зовет, Согнуть измученные спины Внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, Навалят на спину кули, И в желтых окнах засмеются, Что этих нищих провели. Творчество Александра Блока Мужало, но никогда не теряло Изначального запева Юношеской книги стихов О прекрасной даме. Однажды во время встречи с читателями Поэты попросили почитать стихи о России. Он ответил, Это все о России. В теме России сливается весь поток Лирических тем и мотивов его поэзии. О, Русь моя, жена моя, До боли наш ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарско-древней волей Пронзил нам грудь. Наш путь степной, Наш путь в тоске безбрежной, В твоей тоске, о, Русь, И даже мглы ночной и зарубежной Я не боюсь. Этой теме я сознательно И бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, Что это первейший вопрос, Самый жизненный, самый реальный. Ведь здесь жизнь или смерть, Счастье или погибель, Писал Александр Блок. Он любил Россию не только За красоту и благолепие. Блок видел в ней такую мощь, Перед которой они устоят врагам. Опять, как в годы золотые, Тристертых треплются шлии, И вязнут спицы расписные В расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, И крест свой бережно несу. Какому хочешь, чародею, Отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, Одной слезой река шумней, А ты все та же, Лез до поля, До плат узорной до бровей. И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет доли дорожной, Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской острожной, Глухая песня им щека. Для понимания поэзии И личности блока Мало только книг, В которых дается толкование Его поэтической судьбы. После блока нам остались Его дневники, статьи, письма, Воспоминания современников. Читайте их. Они в большей степени, Чем любая книга о блоке, Помогут вам узнать, Когда и чем жил поэт. Субтитры создавал DimaTorzok